Ху-ху-ху-ху! Какая прелесть у нас получилась! И всем снова здравствуйте! Я приветствую вас на канале Mix Drink, где я рассказываю о коктейлях, о домашних ингредиентах и о тех вещах, которые вы абсолютно спокойно сможете сделать у себя дома. Этот ролик посвящен такому ликеру, как Пимента Драм, он же Allspice Ликер. ликер на основе душистого перца как видите у меня целая банка этого замечательного продукта этот ликер настаивается на роме буквально ну если так прикинуть когда будет готов этот ролик около месяца назад вы видели ролик со сравнением ромов так вот гавана club не самый хороший ром который можно приобрести у нас торговых сетях но его можно использовать в этот ликер хотя по оригинальному рецепту используется именно характерный яркий очень насыщенный ямайский ром но я уже делал этот ликер причем я делал его почти на нейтральном алкоголе то есть тоже что-то типа такого было и он получился очень аромат сегодня же буду делать рецептуру которая чаще всего встречается в общедоступных источниках это пимента драм он же душистый перец ямайский перец очень ароматная насыщенная приправа ром корица которая будет идти не сразу она будет входить в состав настойки примерно через неделю и сахарный сироп причем сироп как правило из темного сахара сахар демирара и по составу ингредиентов чаще всего во всех рецептах указано именно в объеме то есть не в каких-то относительных долях миллилитры так как душистый перец очень легкий но аромат здесь ровно 100 миллилитров я беру одну часть душистого перца чтобы наш ингредиент лучше настоялся а именно душистый перец его нужно сильно измельчить поэтому просто в этой банке я раздавлю этой толкушкой и так пока я перетирал перец здесь достаточно большой объем получилась такая масса я значительно согрелся то есть у нас не холодно но это физическая нагрузка то есть я потратил минут может 57 используйте кофемолку прям рекомендую либо может быть специальная ступка тоже не помешает этап 2 это заливка рома по всем рецептурам используются как правило четыре части рома да конечно имеет смысл использовать ямайский ром ну в наших реалиях у меня в регионе моем городе сакавкар ямайский ром большая редкость единственно это apple tone estate который мне реально жалко будет лить в этот ликер а вот этот вполне себе я думаю зайдет будет отличная настойка все этап номер один закончен прошла ровно неделя как я поставил настаиваться ликер пимента драм он же all spice ликер ликер все специи после первого дня настаивания цвет уже начал меняться и и стал появляться типичный аромат вот этого душистого перца кто знает если переборщить с ним какое-то блюдо то он будет очень сильно выделяться вот это именно тот случай слегка попробуем я по моему пробовал либо на второй либо на третий день уже появилась определенная вязкость да он пряный он жгучий он немножко вяжет есть ощущение что он вяжет как вот либо недозрелая ягода короче приятно он не перечный ну в смысле не острый как вот например какой-то чили соус или чили ликер но он пряный он насыщенный как я сказал через неделю сюда пойдет палочка корицы я ее разломаю на три части этого должно хватить и буду продолжать настаивать посмотрим пока что результат мне нравится как таковой аромат рома в принципе ушел ну это и неудивительно потому что ром утром что я использовал достаточно легкий не ароматный посмотрим что будет по результату должно быть классно и последний заключительный этап состоял из смешения настойки на корице и душистом перце с сиропом из сахара демирара я делал сироп соотношение 1 часть сахара на 2 части воды если вы когда-нибудь готовили сахарный сироп то знаете что он смешивается в соотношении не 1 к 1 а примерно 0 7 то есть сахарный сироп 1 к 1 выходит 70 процентов сахара на литр воды это достаточно сладкий сироп если вы уменьшаете количество сахара то и отношение его в сахарном сиропе уменьшается но не в пропорции 1 к 2 чуть меньше где-то 40 процентов при смешении я уже настоял эту настойку еще 45 дней у меня получилось со вторника по субботу получился обалденный аромат как видите в качестве тары для этой настойки я использовал бутылку виски 101 индейка я стараюсь сохранять интересные красивые бутылки чтобы их использовать своих шкурных интересах ликер пимента драм дегустация это уже не первая дегустация я примерно представляю что получилось я дегустировал эту настойку без сахара получился приятный насыщенный аромат ну очень резкий какая прелесть у нас получилось это очень хорошо пахнет если кстати я забыл еще добавить что на первом этапе я добавил 4 части рома на одну часть душистого перца в дальнейшем я добавил еще одну часть рома то есть при процеживании у меня вышло что примерно 60 миллилитров крепкой настойки осталось в перце у меня вышло где-то 340 миллилитров рома я добавил еще 100 миллилитров и уже этот объем я смешал с сахарным сиропом и оставил настаиваться аромат получился обалденный моя жена когда дегустировала его нюхала сказала что пахнет душистым перцем это действительно так но душистый перец имеет очень сложный аромат здесь одновременно и корица и мускатный орех и гвоздика еще дополнительно ароматы чуть ли не фруктовые это насыщенный очень хороший ликер расчетным способом моя настойка имеет крепость примерно 28 26 градусов сахара около 22 грамм на литр это достаточно сладко и одновременно раскрывает вкус горьких ингредиентов которые входят состав если вы пьете этот ликер в чистом виде то вы чувствуете что он пряный и насыщен вещества душистого перца и корицы дали некое подобие бочки что-то подобное что чуть вяжет и сковывает ваши рецепты но помните что этот ликер создан для коктейлей именно с коктейлей я хотел бы начать для чего я показывал вам как сделать этот ликер и чтобы пить его в чистом виде а коктейли основное направление моего канал поэтому два коктейля один из которых будет самый известный и некая вариация которая мне тоже должна понравиться поехали если вы забьете в любом поисковике рецепт коктейли с ликером пимента драм он же allspice ликер первое что всплывет скорее всего это коктейль леон стейл он же хвост льва и львиный хвост я попробовал уже это потрясающая вещь добавим лед на шейкер первое письменное упоминание этого коктейля относится к 1937 году кафе royal cocktail book лондон она же коктейльная книга кафе рояль но есть мнение что этот напиток был придуман не в лондоне а американским барменом который привез его в период сухого закона в лондон так вот его состав входит этот ликер пимента драм а также бурбон именно этот факт то что бурбон входит в состав этого коктейля и наводит на мысль что американский бармен приложил руку к этому коктейлю первое что входит состав это 60 миллилитров бурбона он же американский виски следующий пункт это наш удивительный замечательный ароматный ликер пимента драм 10 миллилитров он яркий насыщенный и больше применять чем 10 15 20 миллилитров в зависимости от рецепта и коктейля я думаю не стоит 5 миллилитров простого сахарного сиропа это буквально немножко для баланса вкуса если вы сделаете свой ликер немножко слаще то можете попробовать обойтись без сахарного сиропа но это все индивидуально 15 миллилитров свежевыжатого лаймового сока и буквально один осторожный рывок биттера ангастура для дополнительного аромата и пряности вашего коктейля теперь его конечно необходимо взбить шейкере чем я сейчас и займусь поехали этот коктейль подается в коктейльной рюмке в которую надо процедить через двойное сито моя коктейльная рюмка из морозилки то есть она очень холодная и это даст коктейлю дополнительное время чтобы он был тем которым воздумал автор так как в состав этого напитка входит сок лайма украсим небольшим украшением из кусочка лайма попробуем что получилось обалденно во первых здесь конечно чувствуется бурбон особенно если вы используете характерный бурбон а именно будет бурбон а именно будет бурбон очень достойный напиток для этого коктейля здесь также есть вкус пимента драм сок лайма чисто для баланса и чуть-чуть пряности и горчинки готовому коктейлю отличная вещь отличное сочетание следующий напиток которое предлагаю вашему вниманию это будет плантаторский пунш причем рецептура будет значительно отличаться от той рецептуру которая указана в книгах трейдера вика эта рецептура взята из такой коктейльной книги тики коктейли как бухта контрабандиста туда входит конечно наш ликер пимента драм в моем случае это немножко ямайского рома appleton estate который был у меня в сравнении с ромами а также ром контрабанда который тоже добавит своего характера охладим наш бокал для подачи этот коктейль также готовится в шейкере и первое что будет необходимо это 30 миллилитров сока лайма свежевыжатого и 20 миллилитров сиропа сахара демерара тот же сахар что использовал в приготовлении этого ликера следом идет 8 миллилитров ликер пимента драм он же allspice ликер ликер из душистого перца 8 миллилитров если брать оригинальную рецептуру которую была указана в книге то здесь входит 90 миллилитров ямайского рома в моем случае 90 миллилитров у меня нет поэтому я использую купаж из рома appleton estate здесь мне вышло 30 миллилитров и около 60 миллилитров рома контрабанда как и в предыдущем коктейле абсолютно не лишним будет два дэша биттер ангастура добавим лед на шейкер и конечно взобьем его чтобы сбалансировать и сделать идеальным поехали теперь это коктейль следует перелить и конечно украсить как и любой тики коктейль его лучше богато украсть моем случае это долька лайма небольшая вишенка а также две веточки мяты попробуем что получилось ну это богатый вкус в нем чувствуется две составляющие рома ямайский а также венесуэльский ром хорошо allspice ликер также добавляет свою характерную пряную ноту это достаточно интерес это крепкий коктейль он точно не подойдет для всех любителей тики которые смешивают например свой май тай с двумя соками ананасовый апельсиновый но это отличная вещь обязательно рекомендую попробовать и этот коктейль и этот а самое главное это ликер allspice та редкость которую тяжело найти у нас торговых сетях но легко приготовить и рецепт вы только что видели с вами был дмитрий канал миксдринк ставьте лайк и подписывайтесь если вам было интересно указать в комментариях чтобы вы еще хотели увидеть или услышать а самое главное будьте здоровы всем пока ваше здоровье а и Продолжение следует...